Гражданская война в Сирии превратилась в международный конфликт. В кровавой борьбе за власть участвуют немало иностранных сил. Вероятное применение химоружия против мирного населения в очередной раз обострило ситуацию. Как распределились основные международные силы и в чем они заинтересованы? Китай и Россия – главные сторонники режима Башара Асада. Кремль считает использование химоружия провокации против президента Сирии. И пока не будет предоставлено доказательств обратного, поставки российского оружия в Дамаск будут продолжаться. Владимир Путин приостановил лишь поставки систем противоракетной обороны С-300. Кроме того, в сирийском городе Тартус располагается российская военно-морская база. Для России это единственный прямой выход к Средиземному морю. Соединенные Штаты настаивают на принятии военных санкций против Сирии. Барак Обама убежден в том, что режим Башара Асада применил химоружие против своего народа. Кроме того, США подозревают в том, что они поставляют вооружение сирийским повстанцам. Правда, эта информация до сих пор не подтверждена. Свергнув режим Башара Асада, США надеются ослабить исламскую диктатуру в соседнем Иране. Иран, в свою очередь, снабжает оружием армию Асада и направляет в страну своих военных советников. Сирия стратегически важна режиму в Тегеране как транзитная страна, через которую можно поставлять оружие в Ливан, шиитской группировке Хизбалла. При этом последние сражаются в Сирии на стороне армии Асада. В ЕС единой позиции по сирийскому вопросу нет. Франция выступает за военное вмешательство. Но подобные планы отклонил британский парламент. Придерживаться общей позиции ООН призывает Германия. Мнения стран ЕС разделились и в вопросе поставок оружия повстанцам. Многие опасаются, что поступление нового вооружения в страну будет только на руку террористам. Саудовская Аравия и Турция стремятся к политическому господству в регионе. В то время, как Саудовская Аравия снабжает сирийских повстанцев деньгами, Турция гарантирует им безопасность на своей территории. Именно поэтому армия Асада уже неоднократно обстреливала пограничные районы. Израиль до начала гражданской войны видел в режиме Башара Асада по меньшей мере предсказуемого соседа. Сейчас же Израиль всерьез обеспокоен применением химоружия в Сирии. Самое страшное, чем может закончиться эта война для Израиля – распад сирийского государства. Пожар, который охватит вслед за этим целый регион, будет угрожать и безопасности Израиля. Однако в сирийском конфликте нет единства не только на международной арене. В этой гражданской войне даже повстанцы ведут борьбу друг против друга. Война в Сирии уже унесла жизни более 100 тысяч человек.